Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Давненько не было распаковок, накопилось некоторое количество посылок. Давайте поскорее посмотрим, что же мне пришло. Первое это базы и топы фирмы Contigo, Uno и Kodi. База Uno Strong. У меня есть обычная база и есть топ также с Алиэкспресс. Еще решила попробовать базу Strong. По консистенции она такая же, как и предыдущая, но здесь нормальная уже кисть. Матовый топ от Kodi. Я уже его тестировала на клиентке. Видео есть на канале. Кому интересно, я оставлю ссылочку внизу в описании. Проходите, смотрите. Каучуковая база и топ прозрачные, также фирма Kodi. У меня есть один цвет камуфлирующей базы этой, цвета айвори. Она мне очень нравится, она очень жесткая и хорошо носится. Решила попробовать и прозрачные. По консистенции она погуще будет, очень вязкая. На данный момент я тестирую эту базу на своих ручках, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не выпускать новые интересные видео. Топ мне понравился, он жидковатый. Я такие топы люблю, но, к сожалению, он пузырится. Это единственный его минус. Фирма Contigo также есть на Алиэкспресс. Она не дешевая. Она равнее идет с Uno и Kodi. Я ее видела ранее, но как-то я не видела обзоров на эту фирму. Вот решила заказать, посмотреть, протестировать, что это за база такая. Первый это матовый топ. Его я также уже тестировала вместе с Kodi. И я бы вам его не советовала. Все-таки лучший матовый топ это от фирмы Beauty Luxe. Матовый с липким слоем. База у этой фирмы очень напоминает Uno. Даже по запаху, мне кажется, они просто одинаковые. Но, к сожалению, мне пришла бракованная кисточка. И это большой минус, так как база не дешевая. И с такой кисточкой работать просто невозможно. Я уже ее испытала на себе. И в ближайшее время вы увидите результаты носки. К топу у меня претензий никаких нет. У него хорошая консистенция. И кисточка не бракованная. Кстати, топ от Contigo и от Kodi, они без липкого слоя. Сейчас хочу вам показать, как выглядят топы сразу после просушки. В нанесении мне топы понравились. Они не такие густые, как Beauty Luxe. И поэтому ложатся тонким слоем. Просушила 30 секунд. И, как вы видите, топ от Kodi немного отдает белизной. Я не знаю, с чем это связано. Но к правой типс у меня претензий пока что нет. Хоть они и без липкости, я все равно решила протереть типсы. И сейчас посмотрите. Топ Contigo очень сильно отличается от Kodi. Повторюсь, эти топы я уже тестировала на клиентке. Поэтому, кому интересно, проходите, смотрите. Давайте сразу же протестируем и наши базы. Проверим их на жесткость. Нанесла небольшое количество, просушила в лампе. Как вы видите, все базы желтят немного. Снимаю липкий слой и пробую согнуть. Все базы абсолютно гнутся. Они жесткие, не лопаются. Я думаю, что они будут хорошо держаться на ноготках. Хорошо будут их укреплять. Так как силу я прилагаю немаленькую, чтобы их согнуть. И это не только мои догадки. Я уже точно знаю, что эти базы хорошие и хорошо носятся. Здесь я уже поменяла фон и надела перчатки. Так как маникюр на правой руке был у меня просто ужасный. И мне просто уже неприятно на него смотреть. Следующий заказ. Это ко мне пришло 10 фрез. Но продавец ошибся и прислал мне совсем не те фрезы. Я открыла спор и мне вернули половину стоимости моего заказа. Но, к моему удивлению, эти фрезы с синей насечкой оказались очень хорошего качества. Они небольшого размера, но со своей функцией. справляются замечательно. Я прям их полюбила. Но вот с зеленой насечкой вообще маленькие шарики. И я ими не пользуюсь. Но вот с синей насечкой мне очень сильно понравились. И ссылку, если найду, то оставлю обязательно внизу в описании под видео. Следующая посылка это потеряшка. Шла ко мне она очень долго. Где-то 3 месяца. Сейчас я вам быстренько покажу, какие здесь есть рисунки. Идем дальше. Здесь ко мне пришла новинка. Ну, это была новинка на момент заказа. Сейчас это совсем уже не новинка. Это платиновые гели от Венолиса. И также гели с блестками. Первая баночка это блестки голографические на прозрачной подложке. Они выкладываются очень объемно. Поэтому под них выравнивание делать не обязательно. Следующая баночка это платиновый гель. Они очень жидкие. Здесь мелкие-мелкие блестки в разных оттенках. Ложатся очень тонко. Если покрывать весь ноготок, то понадобится 3 слоя. Если рисовать какие-то рисунки, либо френч, то можно обойтись. Субтитры сделал DimaTorzok Я френч нарисовала в один слой. И как вы видите, толщины вообще нет. И прежде чем продолжить, я хочу вам показать самую дорогую покупку мою на Алиэкспресс. Это мой новый телефон. Название его вы сейчас видите на экране. Я не совсем разбираюсь в телефонах. И не могу вам сейчас расписать все его характеристики. Я вам оставлю скриншоты, чтобы вы могли спокойно почитать. На ютубе есть огромное количество обзоров на именно этот телефон, на другие телефоны. В этом же видео я хочу распаковать этот телефон, показать какой комплект, что входит в эту коробочку. И естественно показать, как же он снимает видео. Если честно, я его покупала не для съемки. Я его покупала для личного использования, так как мой старый телефон, это айфон седьмой, на который я сейчас снимаю видео. Начал барахлить. Я уже не могла нормально разговаривать по телефону, только на громкой связи. Поэтому я пришла к выводу, что мне нужен новый телефон. Не скажу, что очень долго я его выбирала, этот телефон, где-то около недели. Я смотрела разные обзоры, смотрела скидки у продавца, купоны. Этот телефон я заказывала, естественно, с Алиэкспресс. Ссылку, естественно, я оставлю внизу в описании. Сейчас на Алиэкспресс идет распродажа, поэтому на этот телефон есть хорошая скидка. Вкратце скажу, что телефоном я довольна на все 100 и даже 200%. Еще ни разу не пожалела, что поменяла айфон на Xiaomi. В комплекте идет силиконовый чехол прозрачный и также пленка заводская, уже наклеенная на телефон. Также в наборе идет зарядка, но нету наушников, это надо учитывать при заказе. Ну и, как и говорила ранее, вторая половинка видео будет снята на новый телефон. И если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая часть видео вам понравилась по качеству больше. Первая, которая снята на айфон седьмой, либо же вторая, которая снята на Xiaomi. Хоть и покупала этот телефон для личного использования, но если вам вторая часть видео понравится больше, то я буду снимать на новый телефон, потому что мне вторая часть нравится намного больше. Сейчас я вам показываю набор губных помад, здесь было 8 штучек, 2 штучки я уже подарила. Это матовые губные помады, они очень красивых оттенков, очень стойкие, я уже ими пользовалась. И я могу сказать, держатся очень хорошо, даже с ними можно кушать. Я подождала где-то около 2 минут, и, как видите, где потоньше нанесено, уже губная помада высохла. А где потолще, еще поблескивает. Но цвета мне очень нравятся, сохнет быстро, стойкая, могу смело рекомендовать. Двигаемся дальше. Здесь ко мне пришли женские часики. В наборе идет салфетка для протирания, а также сумочка для хранения. Сами часики очень красиво смотрятся, такое розовое золото на магнитной застежке. Они показывают время, дату и также секундомер. Как-то с этими часиками у меня не заладилось. Я наставляю время, дату, все это сохраняю, но через некоторое время оно все автоматически сбивается. Я не знаю, с чем это связано, как уже его настраивать. И также я не нашла, как их зарядить, эти часы, либо поменять батарейку. У кого есть похожие, напишите, пожалуйста, в комментариях, как ими вообще пользоваться. А то что-то я не понимаю. В следующей посылке ко мне пришли наклейки на клавиатуру для компьютера. У продавца была хорошая скидка. Каждый такой листочек обошелся мне в 9 центов. Поэтому я взяла аж 3. В следующей посылке опять косметика. Косметика был хороший и купон у продавца. Я заказала вот такой вот наборчик из 6 черных карандашей. Заявлено у продавца, что они водостойкие, но я ими еще не пользуюсь, поэтому ничего сказать не могу. На подарки в самый раз. И последняя посылка на сегодня. Это опять же товары для ногтей. Это базы от Коди, только уже камуфлирующие. Я заказала все остальные оттенки, потому что, ну, очень понравились камуфлирующие базы именно этой фирмы. Как видите, упаковка просто замечательная. Ничего не разбилось, не разлилось. Взяла на пробу также ультрабунт. Еще не пользовалась, поэтому ничего сказать не могу. И давайте выкрасим наши новенькие базы. Продолжение следует... Обязательно буду тестировать их на своих ручках, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. А у меня на этом все. Всем до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok